Приветствую вас, мои дорогие друзья! И как всегда на моем канале я рассказываю и показываю животных, которых можно встретить недалеко от ваших жилищ, недалеко от ваших домов. Там, где принято считать, что их нет. Сегодня мой рассказ об этом забавном зверьке, енотовидной собаке, или как ее еще иногда называют, уссурийском еноте. Как обычно, этого зверька мы засняли с моими дочками, установив фотоловушку возле небольшого болотца. Уссурийский енот очень популярен в Японии, Китае, Корее. Встречается в Амурском крае, в Сурийском крае. Но в европейской части России считается, что встретить его большая редкость. К нашему огромному удивлению, мы встретили его здесь, в Башкирии, недалеко от нашего поселка, буквально в метрах в 500, гуляющим у маленького болотца. Зверек этот поистине всеяден, может кушать грызунов, птиц, яйца, лягушек, жуков, да что угодно. Но открою вам маленький секрет, этого мы приманили вискосом, рассыпав его на коряжке перед фотоловушкой. Енотовидная собака, популярный персонаж японской мифологии. Его называют Тануки или Зверь-оборотень. Но в отличие от наших представлений, это скорее позитивный персонаж, веселый персонаж, который очень любит Сакэ. Хороший, добрый и веселый, слегка поддатый Тануки. Как и на этих кадрах, в японской мифологии часто соседствуют с другим, уже более злым, хитрым и умным демоном, демоном Китсуны или демоном Лисы. Его японцы изображают в форме обольстительной красавицы, женщины, берущей под контроль разум. Ну а пока я вам, друзья, рассказывал сказки, наш неуклюжий енот уссурийский закончил с вискосом и решил достать бутерброд. Что из этого получится, мы сейчас увидим. Ну вот, пришло время забрать ловушку. Видим, что большую часть маленького корма они вылили, хотя мой бутерброд и оставили. А вот, собственно, и она, фото ловушка. А это на добавку. Вот так наши енотика объялись к зиме. Иначе. Где?